Библейский портал экзегет.ру представляет 31 глава второзакония, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Вот эти последние главы второзакония, отпрощение Моисея со своим народом. Вот можно же было просто написать, ну и на этом завершается жизнь Моисея. В принципе, все главное сказано, ничего бы не было потеряно в книге второзакония. Но какой-то очень важный урок эта книга дает в том, что касается ухода из жизни. Вот Моисей не просто умирает, ну там про его кончину будет сказано в самом конце, это понятно, но он готовится к этому. И, собственно, вся книга второзакония, это его последние слова накануне его ухода из жизни. Да, вот он подводит итог, но это не очень похоже на, скажем так, биографию, на какие-то там достижения, которые, ну обычно там человек в возрасте празднует свой юбилей. Все говорят о том, как он все сделал очень хорошо и о том, как они его все любят. Ну и, в общем, до свидания. А здесь он обращен в будущее, что совершенно поразительно. Все во второзаконии, это вы сейчас уже без меня войдете в Ханаан, и вот как вы там будете жить, вот я вам сейчас все расскажу. То есть поразительно, что старость может обращаться не только в свое собственное прошлое, но и в будущее тех, кто остается на земле после него. Моисей пошел и возвестил все это народу Израиля. Ну вот то, что мы читали в предыдущих главах. Моисей сказал, мне уже сто двадцать лет, не по силам мне больше походы. Кроме того, Господь сказал мне, тебе не суждено перейти, Ордан. Господь ваш Бог сам поведет вас. Вот до этого вел Моисей. Он уйдет, но Господь-то останется. Очень часто человек думает, что вот если не он, то больше никто. Господь ваш Бог сам поведет вас, он уничтожит живущие там народы, и вы овладеете их землей. Иисус поведет вас, как и велел Господь. Имеется в виду Иисус Навин, ближайший помощник Моисея, который ходил в разведку, вот в самом начале их странствия, и принес вместе с Халевым правильный рассказ. Господь сделает с этими народами то же самое, что сделал он с Сихоном и Огом, аморийскими царями, и с их землей Сихона и Огого он уничтожил. Ну, это в повествовании Пятикнижей было, и в начале Второзакония уже пересказано заново. «Господь дарует вам победу над этими народами, и вы поступите с ними так, как я вам повелел. Будьте твердыми и стойкими, не бойтесь и не страшитесь врагов, вместе с вами идет Господь ваш Бог, он не оставит и не покинет вас». «Моисей призвал Иисуса в присутствии всех сынов Израилевых, сказал ему, будь твердым и стойким, ты поведешь этих людей в страну, которую Господь обещал отдать им. Он поклялся в этом их прародителям. Ты сделаешь эту страну их владением, пред тобой пойдет Господь, он будет рядом, он не оставит и не покинет тебя. Не бойся, не страшись». «Будь твердым и стойким, не бойся, не страшись». Вот рефрен, который потом будет и в начале книги Иисуса Новина, собственно, рассказ о том, как это сделали израильтяне, и здесь он уже есть, может быть важнейший урок конца автора законе. Там есть законы, но это еще и про отношения, и вот отношения с Богом требуют быть твердым и стойким, не бояться и не страшиться того, что приходит извне. Ну и закон, который дан, это же не просто так. «Записав этот закон, Моисей передал его священникам, потомкам Левия, которые носят ковчег завета с Господом и старичным Израилем. Он велел им, каждый седьмой год, год прощения долгов, ну а мы уже читали, что каждый седьмой год все долги обнуляются, на праздники шалашей и про праздник шалашей или кущей, как в старых переводах мы читали, когда все сыны Израилева предстанут пред Господом, вашим Богом, на том месте, которое он изберет, читайте этот закон вслух, чтобы слышали все сыны Израилева. «Собирайте весь народ, мужчин, женщин и детей, а также переселенцев, что живут в ваших городах, пусть слушают и учатся, они должны бояться и чтить Господа вашего Бога и неукоснительно исполнять этот закон. Пусть дети, которые еще не знают этого, тоже слушают и учатся, они должны бояться и чтить Господа вашего Бога. Так должно быть все время, пока вы будете жить в той стране за Иорданом, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». То есть не просто закон дается этому народу, но устанавливается обычай, обряд, праздник, на котором этот закон прочитывается. Он должен воспроизводиться, он не должен оставаться простым письменным текстом, который там где-то лежит на полке, и никто на него внимания не обращает. А дальше, смотрите, вот, казалось бы, все земные дела Моисея закончены, но нет, потому что не закончены еще его беседы с Богом. «Господь, — сказал Моисею впервые, в этой книге мы видим такую прямую речь, — близок час твоей смерти. Позови Иисуса и предстаньте передо мной в шатре встречи, собственно, шатер, где происходят самые главные встречи с Богом, и там я дам ему распоряжение». Моисея и Иисус пришли в шатер встречи, и Господь явился им там, как столб облачный, стоящий у входа в шатер. Как и при исходе из Египта, да, он каким-то видимым образом присутствует. «Господь сказал Моисею, — скоро ты упокоишься с предками твоими». Ну, это метафора смерти, конечно. «А этот народ начнут блудить с чужими богами, с богами той страны, в которую он вступает. Они оставят меня, нарушат договор, который я заключил с ними. Тогда я разгневаюсь на них и тоже оставлю их, я отвернусь от них, они станут добычей чужаков. Многие беды и несчастья постигнут их, и тогда они скажут, эти беды постигли нас из-за того, что нет с нами нашего бога. Я отвернусь от них за их преступления, за то, что они обратились к другим богам». Ну вот, невзирая на все то, что Моисей только что говорил, прекрасно понятно. Свобода воли, да, вот Моисей закончил свое наставление, «Выбирайте жизнь и смерть перед вами». Если так, значит, кто-то выберет смерть неизбежно, значит, в какой-то момент в народе этот выбор станет слишком популярным. И что же в связи с этим? «Запишите же себе вот эту песню, научи этой песне сынов Израилевых, пусть они повторяют ее, она будет моей свидетельницей против них». Смотрите, закон есть, а еще есть песня, она совершенно другая, это поэтическое произведение, оно будет в следующей главе, и песня становится свидетелем, потому что закон можно забыть, а песня – это что-то такое, что звучит, и что по-другому говорит о самом главном. Вот тоже о роли искусства, да. Не повторять, но по-другому напоминать о чем-то важном. «Я приведу их на землю, которую я, с клятвой, обещал их прародителям, на землю, текущую молоком и медом. Там они будут есть досыта, станут тучными, и обратятся они к другим богам и будут служить им. А мной они пренебрегут, нарушат договор со мной, и постигнут их многие беды и несчастья. И тогда эта песня, как свидетельница обвинит их, ведь и те поколения будут помнить ее. Я знаю их склонности уже сейчас, еще не приведя их в страну, о которой я клялся». Мы думаем, что поэзия – это всегда просто, но поэт, внимая своему вдохновению, красиво говорит о том, что ему в голову приходит. А ведь в этом может быть и некоторое откровение, в этом может быть передача какой-то очень важной истины грядущим поколениям языком поэзии. «В тот же день Моисей записал эту песню, научил этой песне сынов Израилевых». Вот чем человек перед смертью занимается. Вот закон дал, разъяснил, убедил, пригрозил, обещал, еще раз, еще раз, еще раз все это повторил, а еще песнь. Вот другими словами какие-то важные вещи. «Господь повелил Иисусу на вину, будь твердым и стойким, ты приведешь сынов Израилевых в страну, которую я поклялся отдать им, я буду с тобой». А Иисус на вину – человек одной миссии, он завоеватель. Больше ничего от него не требуется. У Моисея более сложная, многоплановая фигура. Ну вот у каждого есть своя миссия в жизни. У кого-то большая, у кого-то маленькая, у кого-то сложная, у кого-то простая. Но каждому свое. Вот Моисею он говорит одно, Иисусу на вину другое. Завидовать, пытаться на себя примерить чужое не надо. Когда Моисей записал в свиток весь закон до самого конца, он велел левитам, которые носят ковчег договора с Господом, но это главная святыня, поскольку они в пустыне, они его переносят. «Возьмите этот свиток закон и положите его при ковчеге договора с Господом, вашим Богом. Он останется там, как свидетель против вас, ведь я знаю, что вы непокорны и упрямы. Даже сейчас, когда я еще жив, вы не слушаетесь Господа, что же будет, когда я умру?» То есть этот письменный текст заранее свидетельствует против них, чтобы знали, что так нельзя, как они уже собираются делать. «Соберите всех старейшин племен и старост, я скажу им это и призову свидетелей против них небо и землю. Я знаю, что после моей смерти вы будете творить зло, свернете с того пути, на который я вас наставил. В грядущем вас постигнут беды, ибо вы станете совершать дела, ненавистные Господу, вызывая его гнев творениями рук своих». Кажется, такая старческая несговорчивость, неуживчивость, придирчивость. К старости люди очень становятся подозрительны и раздражительны. Но что-то в этом есть еще. Вот какой-то трезвый реализм, который сочетается в данном случае с поэзией. «И возгласил Моисей эту песню до конца, ему внимала, собравшись, вся община Израиля». Вот это только левитам. «Знаю я вас, все будет плохо, поэтому давайте-ка тексты положите, как святыню, там при ковчеге, чтобы никто потом не мог сказать, мы ее не видели, не знаем, что это такое вообще. А песня, она для всего народа, но песня у нас будет следующая, 32 главе.